а вот наши друзья на баварии коллеги по маршруту которые из норвегии гонят лодочку в средиземку в испанию они вышли на неделю позже нас из норвегии и на неделю позже прошли кильский канал но вот так вот удалось им нас догнать счастлива хорошей погоды мы еще немножечко посидим еще не все дела переделали да но зависть немножечко берет конечно люди уходят вот такой вот яхтинг не сезона надо ловить погоду надо успевать проскочить и иллюминаторы текут и все течет но вот ничего а не работает у них генератор не работает у них выбаста и и чё только у них подрулька не работает но это не так важно ходовые огни поломались в общем тоже ребятки терпят тяготые лишения но идут идут в холоде в голоде но продвигаются вперед тоже перегоняют яхту вот там на этой яхте нету хозяина это все команда перегонщиков топливом на нуле что делать делать исправление детских болячек продолжаем исправлять вот у нас тут электронный датчик и вот аж такой окисел пополз оторвался проводок оторвался вот так вот ну тут конечно герметики вот это вот штука она постоянно в воде как это исправить чтобы воды вода не попадала на эти контакты ну короче что-то надо будет сделать дать свой решительный ответ в общем вот так друзья тут жалко я не снял как это было искусно все намотано изолентой но это наверное такое у всех бывает когда спешишь привет друзья продолжаем техническое до оснащение лодки медана сегодня понедельник и мы надеемся что в скором будущем нам все-таки дойдет эта запчасть баллер пера руля и мы сможем наконец-то продолжить движение ну а пока чтобы не скучать немножечко дорабатываем системы и сегодня на повестке дня у нас будет усовершенствование системы обогрева в салоне здесь в рубке что мы имеем у нас есть вот такие вот диффузор чеки вот возле каждого кошечка ветрового но температура вот на выходе из вот этих диффузоров какая-то недостаточно горячая и недостаточно мощный поток воздуха попробуем эту систему немножечко доработать а как повысить эту температуру мне пришла в голову следующая мысль вот на ваш суд но я уверен что это будет работать лучше погрузимся в моторное отделение и так вот наш отопитель салона такая вот ветра дуечка скорее всего автомобильная два патрубка отсюда идут один идет на вентиляцию кормовой каюты если так ее можно назвать но такой вот шкиперский гробик второй шланг как раз идет туда вот на передние диффузор чеки и воздух забирается прямо из моторного отделения первое что мне не нравится что воздух из моторного отделения ну может содержать некие примеси неприятных ну газов там и так далее ну в общем забирать воздух из моторного отделения я думаю это не очень круто это первое а второе в моторном отделении достаточно прохладно особенно если двигатель не работает когда двигатель работает тогда остается момент что просто запах работающего двигателя как ни крутите он присутствует и все это поступает салон так вот что я решил сделать вот такие вот два диффузор чека я приобрел в магазине мы их сюда установим вот так вот установим эти два диффузора наденем сюда такие же шланги и воздух будем забирать из салона врежем куда-то сюда диффузор чек такого плана диффузор чек мы врежем тут не обращайте внимание это нормально это течет у нас гидравлическая жидкость но это отдельная песня вот куда-то сюда мы врежем вот такой симпатичный диффузор и он у нас будет забирать уже теплый воздух не вонючий и таким образом мы за зациклим этот воздух который будет уже отопителем просто догреваться и тем самым повысится эффективность работы этого узла я думаю что что-то да получится ну и плюс вот эту вторую трубу я думаю также развернуть на окна если понадобится вдруг обогрев шкиперской каюты то туда лучше доставить будет жидкостную батарею потому как вентилятор шумит воздух дует и в любом случае с таким обдувом обогревом шкиперской каюты там толком нормально не отдохнуть сожалению здесь есть два забора воздуха с двух сторон но с той стороны стоят вот эти вот трубки и не представляется возможным приклеить или прикрутить вот этот вот диффузор с той стороны поэтому будет 50 на 50 эффективность одна часть будет забирать из салона ну а вторая останется как есть по крайней мере уже часть воздуха все равно будет до грета и забираться из салона а вторая половинка будет забираться из моторного отделения из песни слов не выкинешь ну вот собственно и все и порешали и быстренько сделали заняло это буквально какой-то час времени в общем вот что получилось вот мы забрали воздух из салона вот у нас этот диффузорчик он хорошенечко засасывает отлично патрубок который шел у нас в гробик шкиперский я отсоединил но не демонтировал на всякий случай и теперь две трубы у нас заходят все в рубку будут дуть на обогрев стекла которая запотевает вот трудится эбель шпехер нам тоже как бы надо все привести в порядок но со временем вот такое вот устройство жидкостного обогрева лодки так это вот выглядит но об этом о всех деталях мы уже поговорим как-нибудь подробнее потом когда все будет достойно внимания пока надеюсь будем наслаждаться теплом и отсутствием конденсата хотя бы на передних стеклах ну вот опять блин в общем ладно это мы назовем просто текущим ремонтом уже это тема с болячками уже надоело это уже не смешно короче тут я занялся этой плитой немножечко ну так в рамках текущих работ и обнаружил вот такую вот нехорошую штуку перетерся практически полностью газовый шланг вот тут стружка от него лежит на качке плита на кардане шатается и краем свои вот уже практически перетерла есть не утонем так задохнем ся тут короче или взорвемся счета ну в общем тут совсем чуть-чуть осталось ему буквально еще час-два качки и и здесь бы уже в этом шланге была дырочка и все бы наши 20 килограмм газа хлынули бы куда-то ну значит бог нас любит господь с нами также как и вы дорогие телезрители и мы продолжаем обживать эту лодку приводить ее в человеческий вид ну какое я решение вижу это по-любому купить новый шланг ну и наверное его надо немножечко этот место входа шланга передвинуть куда-то продолжаем стояночку в брести и продолжаем разбираться с нюансами лодки медана дело в том что уже довольно приличный срок мы наблюдаем как в рубке расползается черное пятно по мебель такое вот черное пятно расползается у нас постепенненько тут темнеет у нас покрытие пола постепенненько и у меня были мысли какие что ну как вот в этом углу может появиться вода я грешил на вот эти вот дверные петли возможно которые возможно которые также не загерметизированы вот это вот крепление дверных петель и водичка стекает вот именно вот потом просто больше не откуда взяться решил разобраться с этим поподробнее и заглянуть под обшивку под обшивку в надежде что увижу там как какие-то источники этой влаги и вот что я обнаружил друзья помимо приятного бонуса от строителей под обшивкой нам осталось замечательная стамес очка она немножечко подржавела что удивительно потому что воды то под обшивкой не должно быть правило ну ладно это такое в общем стамеска нам досталось бонусом а вот откуда берется водичка и вот один из вариантов я вам сейчас покажу посмотрите на вот этот болтик с прекрасной каплей водой воды вот на вот эти капли вот тут сплошные капли это что это отсутствие гидроизоляции все-таки в лодке тепло снаружи хоть и небольшая но разница температур а чем больше разница температур тем больше будет течь и вот вам весь исказ просто здесь у нас видимо это фанерочка я вот уже смотрю здесь пошла чернота и здесь пошла чернота и вот эти ручейки делают свое черное дело что уже говорить о дереве в морском исполнении при попадании воды на дерево моё такое мнение что оно не должно менять цвет дело скорее всего идет к тому что рано или поздно это дерево придется тоже менять ну кстати цвет довольно симпатичные хотя и не очень модный сейчас все идет имеет светлую тенденцию зато теперь с полом одного цвета ну по крайней мере проблема выяснена круче это вообще какой-то трэш а у нас опять 37 5 заглянул случайно в моторный отсек а там опять воды немерено и вроде шпонта уже все сделал проверил 50 раз почему не откачала и самое главное откуда взялась эта вода идемте смотреть просто жесть куда она взялась вот что это что это почему этой воды здесь столько почему не сработала помпа твою дивизию ну да вот теперь она понимаете ли сработала а вот откуда она взялась это вопрос водичка пресная и остается теперь вычислить откуда она берется это пресная вода ну радует что она конечно пресная но не радует что она вообще здесь есть это сейчас надо все снова вытирать только полная очистка и высушивание трюма позволит вам выяснить откуда течет вода и вот я наблюдаю вот такой вот ручеечек вот из какой-то вот там дырки вот он сюда течет а вот эта переборка из-под которой течет она у нас скорее всего идет из соседней каюты так разобрали мы кровать в каюте соседствующие с возможной утечкой воды перед нами кормовой серый танк и я вижу подтеки какой-то жижи раз и вот там вижу полнёхонько водички 2 но странно что эта водичка как-то неохотно перетекает короче течет не туда куда надо но хорошо что мы это заметили следовательно можно предположить раз вода у нас сверху что у нас этот бак полный сейчас мы включим электронику по-другому здесь вы посмотрите какая прелесть вы посмотрите ну да да друзья этот бак полный а водичка течет с этого мать твою датчика который даже не потрудились закрутить ну фу вот так вот друзья и вычисляются болячки мать их етить не закрутили датчик фекальный танк полный течет в триум понятное дело через открытую дырку а я еще эту воду на язык попробовал ну ладно авось не сдохну теперь ну хорошо все причина ясно сейчас будем это дело устраняем меомета еще раз большой привет ну вы уж точно блин я не знаю какая это артель делала но блин датчик не закрутить я не знаю в общем кому-то строителям привет большой что мы чуть в говне теперь собственном не утонули но как говорится нету худо без добра делимся с вами прекрасной новостью к нам наконец-то пришла деталь которую мы ждали больше недели 10 дней и мало того мы ее вчера получили и сразу же сдали на промышленный завод дорабатывать допиливать напильничком и я сейчас еду ее забирать подводных лодок на завод подводных лодок совершенно верно и что характерно друзья не только у славян вопросы решаются при помощи бутылки водки но и здесь во франции вчера когда мы сдавали эту деталь на доработку я спросил а сколько мы вам должны денег он так скромно сказал да не надо ничего ребят ничего мне с вас не надо вы бедные несчастные яхтсмены что с вас взять и мы решили конечно же его отблагодарить бутылочкой водки ну что еще французу подарить ну не жареного же лягушонка и бутылку бордо ему дарить мы еще сами такого не пробовали поэтому подарим ему бутылочку водки пусть радуется там друзьяки наконец-то все новая деталь у нас вот она наше заточение кончено с нашими доработками друзья всего-то навсего надо было нарезать резьбу на этом пине и нарезать резьбу внутри этого рычага назовем его так это мне французский друг подарил тоже в придачу и теперь вот этот пин который раньше болтался как маркетанская шлюпка в этой дырке если не сказать хуже то теперь благодаря вот этой вот резьбе вот кто кто хочет со мной поспорить что вот это решение более надежная я прошу вас к дискурсии вот такая вот картина маслом против вот такой картины маслом вот старая дыра и в ней вот так вот болталась понимаете пока этот пин не закреплен как следует не зажат он всегда будет разбалтывать дырку решение простое перед тем как сверлить дырку с магазина здесь нету никаких отверстий нарезать резьбу на пине и нарезать резьбу здесь и после этого если хорошенечко зажать застопорить он больше никогда отсюда не должен гипотетически но по крайней мере надежность такого узла намного выше чем просто вставить в отверстие причем он видите какой длинный он фиксировался просто шплинтом и вот так вот вверх вниз еще ходил болтался для чего непонятно в общем доработка вот такая которая намного повышает надежность этого узла и вот теперь друзья мы быстренько ставим эту всю конструкцию обратно на свое штатное место вот вот так она и будет здесь жить делов на 15 минут ожидание этой алюминиевой штуковины на 10 дней так вот бывает и прямо сегодня гоним на ля рошель потому что погодная дырочка у нас полтора дня максимум и ходу у нас туда один день 7 часов поэтому пока нам погода позволяет надо срочно двигаться мы и так здесь простояли довольно долго и не имеем никаких правов больше здесь задерживаться поэтому едем на рошель 0 рошель все остальные подробности по ходу движения на караван уходит в ночь и каждый к своему посту вот так и и и